Кыргызстан – красивейшая страна с приятными людьми. Низкорослость – глобальная проблема, которая существует и в Кыргызстане. Низкорослость является результатом хронического недоедания, которое очень сложно выявить. В Кыргызстане каждый пятый ребенок недоедает. И это происходит как в семьях с низким, так и с высоким достатком в каждом уголке нашей страны. Низкорослость препятствует нормальному росту и развитию ребенка. Ребенок не может реализовать в полной мере свой физический и умственный потенциал. Приятная новость состоит в том, что мы можем предотвратить низкорослость путем простых своевременных решений. Министерство здравоохранения использует подход «Окно возможностей в тысячи дней для поддержки семей в заботе о женщинах и детях в самый важный период их жизни». Тысячи дней подразумевает период с момента наступления беременности до родов от рождения до достижения ребенка двух лет. Во время беременности женщине необходимо есть больше свежих фруктов и овощей, а также нежирное мясо, яйца и рыбу. Для здоровья матери и ребенка маме необходимо каждый день принимать железосодержащие таблетки, которые выдаются бесплатными тработниками. С момента рождения до 6 месяцев ребенка нужно кормить исключительно грудным молоком. Исключительно грудное вскармливание означает, что кроме грудного молока ребенку ничего нельзя больше давать, даже воды. С 6 месяцев продолжайте грудное вскармливание и вводите прикорм. Период с 6 месяцев до 2 лет очень важен для умственного и физического развития ребенка. Неполноценное питание в этот период может привести к возникновению низкорослости, которое после 2 лет становится необратимой. Чтобы ребенок смог достичь своего потенциала, в этот период очень важно обеспечить полноценное питание ребенка. Очень важно давать ребенку в течение дня достаточный объем пищи. Кормите ребенка часто и малыми порциями. Рацион питания как матери, так и ребенка должно быть разнообразным и включать каждый день различные продукты, чтобы в организм вместе с продуктами поступали необходимые питательные вещества и витамины А, С, железо и цинк. Это способствует физическому и умственному развитию ребенка. Исключите из рациона детей вредные продукты и ограничьте потребление соленой, жирной и сладкой пищи. Питаться правильно не означает есть много. Правильное питание означает сбалансированный рацион. Тысячи дней – очень важный период для физического и умственного развития ребенка. Неправильное питание в течение тысячи дней может привести к необратимым последствиям на всю жизнь, физической недостаточности, проблемам здоровья и предрасположенности к ожирению. Подарите своему ребенку светлое будущее. Здоровое поколение – наша общая задача.